Первый год Великой Отечественной войны был особенно тяжёлым для советских войск. А Смоленский край терпел самые яростные атаки врагов. Наиболее горячей точкой области в начальный период войны был Ельнинский район. 80 лет назад началась Ельнинская наступательная операция под командованием Георгия Жукова. Советские войска освободили город и ликвидировали так называемый Ельнинский выступ, который немцы планировали использовать как плацдарм для наступления на Москву. По официальным данным, только в период с 30 августа по 6 сентября 1941 года Красная Армия потеряла в районе Ельни более 10 тысяч солдат. И только сейчас, 80 лет спустя, усилиями поисковых отрядов находятся останки погибших и устанавливаются их имена. 26 августа в сквере боевой славы в центре Ельни прошёл траурный митинг, посвящённый захоронению останков воинов, найденных за время вахты памяти 2021 года. Со времен поисковых работ в Ельнинском районе было поднято 219 останков бойцов, и только имена 22 человек удалось установить. Именно эти люди, защитники Отечества с большой буквы, они своими жизнями проложили дорогу тем солдатам и офицерам, которые в мае 1945 года водрузились на победы над поверженным Берлином и Рейстагом. На митинге присутствовали школьники и жители города, представители Ельнинской администрации, духовенства, родственники погибших солдат и областных поисковых организаций. Среди них были члены поискового движения «За Родину» из города Десногорска. Сегодня мы провожаем последний путь тех солдат, которые сделали невозможным. Они встали грудью перед армией Германии, которая считалась несокрушимой. Они герои. Десногорским поисковикам выпала честь вручить личные вещи одного из бойцов – его племяннице. Именно они нашли останки Корнилова Александра Фёдоровича и его уцелевший медальон. Чтобы проститься с дядей, его племянница Галина Махова приехала из Владимирской области. Я хочу сказать очень от имени нашей всей семьи низко поклониться нашему краеведу Малютову Сергею Вадимовичу, начальнику поискового отряда, организаторам перезахоронения, которые пригласили нас проводить в последний путь нашего дорогого родного дядю, который навсегда оставался и останется в нашей памяти. По завершению митинга останки погибших воинов были доставлены в деревню Ушакова. Там их с почестями предали земле на мемориальном кладбище.